Серийный разведенец в Азии. Есть мнение. Не сложились отношения дома, получится в Азии. Но так ли это? Точно ли азиатки решение всех проблем? В двух странах 5 раз женился, 5 раз вводов. Современные мужчины сполна вкусили плодов феномизации, прекрасной половины человечества. Иногда ощущение, что лекарство от неравноправия оказалось хуже болезни. Тенденция такая, что в мужских глазах после нескольких и неудачных отношений ценность европейских женщин стремится к нулю. Если нет желания переходить на темную сторону, есть прекрасная возможность залечить все душевные раны. Азия и азиатки. Но так ли все радужно на азиатском рисовом поле? На форуме тайских спатов попалась на глаза интересная статья. Там обсуждалось оформление развода в Таиланде. И вот один дяденька, допустим, Василий, пишет У меня три развода в России и два в Таиланде с тайками. Так что про разводы я знаю все. Да, сомневаться в компетентности нашего Василия явно нет причины. Пять. Пять разводов. Он точный эксперт. Краткий анализ неудачных отношений. Конечно, я не знаю всей истории, но уверен, во всем виноват прежде всего сам Василий. Ничего личного, только расчеты здравый смысл. Повторные браки. Лично мое мнение, идти в ЗАГС глупо уже во второй раз. Уже после первого развода только сожительство. Мы его не неверно называем гражданским браком. Понравились друг другу? Сходите, сиживите. Вопрос имущества детей можно оформить и без ЗАГСа. И плевать, что там в голове у женщины. Ну ладно, еще один раз в Таиланде ради бесплатного безвизового проживания. Но раз за разом. Влюбчивость это прекрасно, но глупо бежать в ЗАГС после каждой стрелы Амура. Все женщины одинаковы. Конечно, можно предположить, что все, все женщины настолько отвратительны. Типа, они все такие. Но опять есть одно но. Ведь Василий сам выбирал своих жен. Вряд ли он жену рулетку выигрывал. Я надеюсь, он хотя бы немного думал, прежде чем в ЗАГСе ставить роковые подписи. Правда, видится мне, что он вообще не думал. Пять разводов, Карл! Не думаю, что Василий стал бы разводиться с хорошими женщинами. Однако, будь он сам плохим, женщины в очереди к нему вряд ли стали бы. Видимо, мужик он неплохой и деньги зарабатывать умеет. Да и опыт с разводами воспринимает с иронией, без грязи. А потому одинаковые грабли. А потому ясно видно. Василий совершенно не умеет выбирать женщин. Он не учится на своих ошибках. Раз за разом он находит неправильных женщин и влезает в неправильные медовые ловушки. И женщины ли виноваты, что наш Василий наступает на одеять те же грабли? Вот он от наших березок в Таиланд свалил, а грабли до боли знакомые. Ведь куда бы Василий не поехал, он везде берет с собой себя. Меняться Василий не хочет и не может. А потому получаются рваные сердечные раны, разводы, финансовые потери. Азиатское решение проблемы одиночества. Что еще можно сказать по поводу душераздирающей истории Василия? Если мужчина в принципе не в состоянии построить отношения, он нигде не сможет их построить. Неудачи ждут его и в Москве, и в Воркуте, и в Бангкоке, и в Токио, в столице и маленькой деревушке. В Европе, Азии, Африке будут проблемы и разводы. Проблем еще хуже, если для мужчины все бабы циничные твари. Когда мужчина имеет неправильные установки в поиске женщины и построении отношений, он всегда и везде будет умело находить тех самых тварей. И будет ли он прав со своим видением женской природы? Несомненно. Потому что у него такие шаблоны, и он только таких и видит, и подсознательно находит. И в очередной раз убеждается в собственной правоте. Обращаю внимание, в данный момент для упрощения мы исходим из того, что в разводах виноваты женщины, а мужчины пушистые и белые. Я отлично понимаю, что ситуация несколько сложнее. В любых отношениях розовые сопли губительны. Глупый шаблон, который не приведет к ничему хорошему. Они-то, конечно, другие, но это тоже живые несовершенные люди. Хорошие и плохие, есть добрые и ласковые, но не баллы циничных и подлых. Найти можно и тех, и этих. Если мужчина в принципе не умеет выбирать женщин для отношения, или в принципе не способен к отношениям, на его пути будут встречаться одни гадины. Нет другой судьбы, кроме той, что мы сами себе творим. Нужно иметь смелость признать, проблема прежде всего в нашем мировоззрении. Азиатке не гарантированное решение проблем одиночества, а всего лишь возможность, которой тоже нужно уметь воспользоваться. Редактор субтитров А.Семкин